Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит и показывает Сетунь. Пять месяцев этот район на западе Москвы ждал, когда к нему, наконец, придет хоккей. Так долго ни в Москве, ни во всем хоккейном мире хоккей не ждал никто. Сегодня здесь сыграют крылья советов против сахалинских акул в рамках молодежной хоккейной лиги конференции в Западной. Крылья советов располагается сейчас на восьмом месте в тренировках облицов Западной половинки. Сахалинские акулы пока 12-е. У крыльев 12 баллов после 10 матчей, у акул наоборот 10 баллов после 12 матчей. Так что сегодня, я уверен, будет очень интересная и равная борьба. Восьмой Данил Мускалев. Четвертое звено. Номер 47 Владимир Кротов. Номер 71 Георгий Ситников. И номер 27 Егор Курилкин. Защитники номер 7 Ярослав Скачев. И номер 66 Данил Купцов. Крылья советов Москва. Вратарь номер 87 Денис Паков. Продолжают акулы атаковать. Вот сейчас не очень приятный момент для крыльев советов был. Но все для них обошлось. И побежали хозяева атаку. Погонченков. Бросок. Там подправить шайбу было особо некому. Поэтому вратарь акул ее забрал. Равная пока идет игра. Обмениваются командой полумоментами. А вот сейчас перехват в зоне сахалинских акул. Бросал 75 номер крылья сайтов Роман Ермачихин. Но не получился у него бросок. Сломалась пушка. Поэтому успешно придется ему уйти с площадки. Чтобы его заменил Еврок с исправным снарядом. Ее они обычно скандируют. Точнее в ее ритм, в ее мотив. Бейтесь, закрыли. Забивайте, побеждайте. Но я больше чем уверен, что украли сегодня. Именно такая установка. 1-0. Роман Баданин открывает счет в этом матче. Оставили его одного на левом фланге. Сахалинские акулы. И он расстрелял ворота гостей. Открыв счет в этом матче. Открыв счет домашним голам крыльев советов в этом сезоне. Сейчас кто первым, интересно, окажется на шайбе. А первым на шайбе оказывается игрок крыльев советов. Бросок по воротам. В этот раз на месте. Приборик Улупаев. Но до броска дело не дошло. Сейчас может быть очень опасно возле ворот крыльев. И браво Попов. Но игра продолжается. Не зафиксировал он шайбу. Прилесайтов только уже были уверены. Бросок по воротам. Сахалинских акул. Как будто Кашифединов был. Такой неплохой бросок. Такой плотный достаточно получился у него. Возможно взять Биланшу и Девсеттоне. А сейчас опасная атака. Бросок это Вагонченков был. Справился с этим броском голкипер. Поэтому шайбе снова крыльев советов. Снова Кашифединов. По левому флангу проход. Ну такой стандартный дальний бросок. Который не представил никакой особой сложности для Григория Клубаева. Потому как крыльца этого с сахалинскими акулами на моей памяти по-моему вообще даже ни разу не встречались в молодежной хоккейной лиге. Поскольку акулы вернулись после нескольких сезонов отсутствия. Сейчас очень опасно возле ворот крыльев и 1-1. 1-1 это сахалинские акулы сравняли счет. Если в эпизоде с первой заброшенной шайбой потеряли Романа Баданин и игроки акул. То сейчас упустили игроки Клубаев советов. Девсеттоне. Судистка бригадов в этом матче. А сейчас еще один опаснейший момент. У шайба оказывается. Пора уже наверное до бросков делать. Последний такой серьезный бросок к воротам был в ходе большинства. Как великолепно сейчас сыграл Егор Зудилов. Отправляются они 2-1. Опасный момент. 11 секунд осталось у крыльев. Нужно подсказать, что бросали. Да, бросок. И на пятаке суматоха. Где шайба? Шайба где-то под игроками. Акул и Прелесоветов. И вот в этой крыльеве застает сирена. Тоже улучшили следующие матчи. После этих двух пройдут. С Тайфунова сейчас очень классный момент. Он в пустые повороты надо отправлять. Шайбу 2-1. Прелесоветов снова выходит вперед. Поздравление. Принимает передат Кушетиндинов. Впрочем, эту шайбу организовали его партнеры. Ребенкин и Кушетиндинов. И Кушетиндинову просто оставалось в нужное время в нужном месте оказаться и отправить шайбу уже в пустые ворота. Браво, говорю всему этому звену. Конечно же, потому что это первый домашний матч. И при таком количестве зрителей уступать нехорошо. А сейчас выход 1 на 1 и 2-2. Всего несколько секунд, может быть, минутку поиграли. Кроме советов, комфортно ведя в счете, как Алексей Долишня убежал на рандеву с Денисом Поповым и оформил дубль. Ждет передачу его партнера. Но в итоге шайба с Ермачихином остается. С бэкхэнда он бросает. С лопаты А добавить. А добавить А-3-2. Роман Ермачихин. Пошла игра. Пошла. Пошла вода горячая, как говорится. Всего за меньше чем 5 минут уже 3 гола. Увидели. Ну и Роман Ермачихин, капитан команды, здесь сделал все и даже больше. Для того, чтобы забросить шайбу. Бросил с лопаты один раз, бросил второй. В итоге заняла предпоследнее место. Перейти в только Ригу. Об этом позже. Пока еще один опасный момент в исполнении крыльев советов. Встречает она кого-то из игроков на пути. Шайбы, конечно же, я имею ввиду. Не налетает до ворота. Все, в полном составе крыльев советов. Но Акулы продолжают атаковать. Сейчас может очень опасно. Может быть пас на пятак. Заблокировал бросок игрок Акулы. Еще один бросок. Миргорода не берет вратарь шайбу. И 74-й номер защитник. Рядом стоит Денис Пяткин. А сейчас есть вариант у крыльев советов. Наказать за неровторопное смешинство соперников. Но не переигрывает вратаря Павел Зубчинский. И вновь на льду игрок Сахалинских Акул. Да что ж сегодня снимет такое-то? Это, пожалуй, самый неприятный эпизод этого матча. Или все-таки поднимется? Браво, браво. Аязгом Дарахманов поднимается на ноги. Крылья советов поддерживают тяжелейшую трудовую победу над Сахалинскими Акулами. За счетом 3-2 в первом домашнем матче этого сезона. На радость 3810 зрителям, пришедшим поддержать свою команду. Ну, конечно, из этих зрителей были и болельщики Сахалинских Акул. Не будем забывать я о них. Тем не менее, поздравляю всех болельщиков Крылья советов с успешным стартом домашней Ака-серии. Буду с вами прощаться. Увидимся на хоккее. Пока.